Казанский университет Казанский университет ТРК «Высокогорский» или «Голубые зеркала» В номинации «Территория перспективного развития» Также он победил и в народном голосовании Завоевав более 18 тысяч лайков Прежде всего, основная концепция заключается в том, что у нас есть дикая природа в 30 минутах от крупного города. С учетом изменившейся парадигмы не только в России, но и во всем мире, это очень актуально, это основной тренд. И на Голубых озерах мы планируем развивать уникальный метод оздоровления, экотерапию для оздоровления по взаимосвязи с природой. Так что же предполагает создание туристско-рекреационного кластера и какие задачи предстоит решить? Должны быть, во-первых, экотропы, экологические маршруты, маршруты экологического туризма. Вот, должна быть определенная инфраструктура, потому что экологический туризм – это тоже вид туризма, который требует определенной инфраструктуры. Где могут туристы покушать, где могут туристы, например, если даже это будет маршрут одного-двух дней, где они могут, скажем так, провести ночь. В подготовке проекта сотрудники Казанского университета участвовали как эксперты в выявлении рекреационных возможностей и экологических ограничений. Казанский федеральный университет вошел в состав консорциума участников этого проекта. То есть, мы заявку когда подавали, мы работали все вместе. Теперь, по завершению, участие Казанского университета видится в разных направлениях, видится в разных моментах. Такие, как, например, организация студенческих практик, возможности организации стационаров для полевых практик, возможность участия в научных исследованиях. Вот такого рода. С этих проектов, с этой победы вообще стартует работа над экологическим туризмом в республике Датарстан. Прежде всего, мы себе ставим задачу развития качественных мест отдыха для жителей, не только в городе, а за пределами, в республике Датарстан. К слову, конкурс был организован Агентством стратегических инициатив Российской Федерации в рамках реализации национального проекта «Экология» и стратегии развития туризма в России до 2035 года. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универ Ньюс.